Ну что, скучали? Не ожидали такого контента? Пишите в комментариях, как вам? 10 из 10 или просто жесть? Ладно, итак, по новостям пройдемся, которых просто нет. Мы должны были поехать в Destiny, как я уже и говорила. И мои родители, конечно же, поехали прекраснейшим образом. На 4 дня отлично отдохнули. Я отлично поработала дома. Мы собираемся поехать сейчас в ванну. Возможно... Нет, скорее всего, я поеду, потом пару дней, перед тем, как начнется, висит крисмас и заказы, то я хочу отдохнуть. Так, я сижу в своей студии. Месяц я, наверное, ничего не снимала. Успела чуть подепрессовать, но бывает, у всех бывает, у всех проходит. Все нормально. Вот, сижу, делаю заказы всякие разные, красивые. Это еще только первая волна, еще под вторая. Теперь мы с вами будем все это делать. Что такая идея? Показывайте вам, а сколько же я зарабатываю в своем бизнесе, потому что... Ну, я не смогу вам показывать, например, вот сегодня я заработала вот прям вот столько. За неделю я заработала вот прям вот столько. Мне приходят заказы с Etsy, с Ebay, с Instagram, с Facebook, куда еще? Короче, я вам буду показывать скриншоты. Вот пришел заказ, там будет написано цена. Вот я заработала там... Ну, не то, что заработала, а вот, например, я делаю заказ, стоил мне он вот столько. Вот, я думаю, это будет интересно, потому что мне приходит много сообщений в директ, в Instagram. Вера, а расскажи, покажи, как это зарабатывать, а возможно ли, а что такое смола, а как с ней зарабатывать. Что я постараюсь больше снимать на своем канале, все, что я могу. И больше рассказывать о себе, о своей работе, ну и в целом о своей жизни. Мне очень нравится этот образ, конечно. Я похожа на Милу Ёлович, скажите. Так, значит так, все это в шуточке. Я вас обманула. Это парик. Ну, все прикольно, скажите, прикольно. Я думаю, позаказывать разных париков, разных образов, в каждом видео появляться, там, с разными волосами. У меня, кстати, раньше я так, когда в Майами жила, я так делала, одевала разные парики, розовые, фиолетовые, и так ходила. Почему? Нет, мы молодые, красивые, и живем в свободной стороне. Поэтому, кто нам запретит? Так вот, заказывать разные парики, может быть, я буду, и в каждом видео, может не в каждом, появляться в новых фокурсах. Потому что это прикольно. Ну, свежий вид придает, да? Так, давайте я вам покажу свою, типа, новую студию. Хотя здесь такой месс. Просто. Так, я тут сделала себе такую полочку для работы. Я, вообще-то, ее покрасила, я хотела ее выкинуть, но потом она так смотрела, она как-то пригодилась даже. Вот, тут у меня лейбл машинка. Здесь у меня находится лента, она вот так вот ставится. И я отрываю и запаковываю свои посылки. Так уж тут она не вставляется. Ага, короче, неважно. Ну, а, вот так вот так. Все вот сюда, здесь ее наливается водичка мокренькая. И из-за этого она становится, вот эта задняя часть, липкая. И потом засыхает. Так, здесь у меня все для шиппинга, всякая такая ерунда. Мои визитки нужно поменять, потому что этой фотографии уже два года. Вот. Ну, всякие молодые. Я пытаюсь сделать снежинки, но что-то мне пока не нравится. Нужно что-то поменять в технологии. А может, нормально. Нужно больше блесточек заказать. Всякие разные. Вот так выглядит мой рабочий стол. Их два. Тут кофе я пью, конечно же. Извините, чехольчик для телефона мой. У меня телефон складывается вот так. Так, это мой рабочий инструмент, самый важный. Ему тоже уже два года. Пора его вешать на стенку, как раритет. Потому что он уже так хорошо не работает. Это я сделала новый айтем для Рождества. Нужно готовиться к Рождеству и делать всякие ништячки. К Рождеству здесь всегда грязно, потому что смола, это невозможно здесь убираться и нет смысла. Здесь всегда, каждый день будет смола. Вот она так застывает. Так, весы грязные. Им тоже уже два года. Ну и, конечно же, такой всякий творческий беспорядок. Я художник, и я так увижу. Ну, а что? Я каждый день этим пользуюсь. И я не знаю, как убираться. Тут уберешься, после того, как зальешься, то уже будет все равно мастер. Немножко. Вот такая у меня студийка. Так, давайте уже снимем этот парик, потому что мне что-то с ним уже некомфортно. Так, у меня волосы чуть-чуть мокрые. Так вот, буду вам показывать свои работы, что я там делаю, какие заказы мне пришли. И, наверное, в таком режиме мы будем с вами общаться. Нет, понятно, что я буду показывать еще какие-то моменты из своей жизни. Но вот эти два месяца, ноябрь, декабрь, они будут для меня очень такими тяжелыми. Очень будет много работы. Даже спать будет некогда. Я решила на октябрь поставить цель, чтобы у меня на YouTube было, например, на 1 ноября было уже 3000 подписчиков. Надо ставить в своей жизни какие-то маленькие цели, их достигать. Ну и попробую, во всяком случае. Потому что, когда мы ставим большие цели, например, там, я не знаю, я хочу купить за кэш x6 до конца года, и это не случается, так я поставила себе цель в прошлом году, это не случается, и мы расстраиваемся и думаем, что, блин, вот какая я какая-то не такая, у всех есть тот, а тот или еще что-то, а у меня нет. Или там, я не знаю, хочу на Луну и не получается, или хочу замуж за миллионера, я не хочу, и все равно не получается. Хочу жить в Таиланде и не получается, а может быть просто это что-то не по вашим возможностям, или может недостаточно хотите, хотите. или это не ваш путь. Не знаю, как сказать в общем. Надо начинать, наверное, с маленьких целей. Например, вот маленькую цель поставили, записали, достигли. Такие, о, а я могу, оказывается. Хотя нельзя сказать, что я так не делала, я и достигала, ну, не знаю, что-то после времени у меня депрессия была. Ну, это не депрессия, ну, просто какое-то самокопание, может быть, я не знаю, в силу перемены возраста, типа, повзрослела. Вот. Хочется что-то достичь большего, и, не знаю, короче. Вот так вот пишите, что вы думаете по этому поводу, как себя не загонять. Если ты чего-то не достиг большего, чего ты хотел, да, наверное, надо радовать этому, что-то имеешь. Ну, в общем, я не знаю. Давайте я с вами, короче, работать. Меньше трынтеть и больше работать. Вот, что надо делать. Всё, я сама знаю ответ. Меньше думайте, больше делайте. Вот чем мы сейчас и займёмся. Давайте работать. Меньше трынтеть и больше. Меньше трынтеть и больше. Меньше трынтеть и больше. Спасибо за просмотр! Меньше трынтеть и больше. С вами. Меньше трынтеть и больше. Удивить монет — Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok еще и на скидке да, это он а нет, это не он жаль давайте я вам тогда покажу цены какие здесь, малина 359 красбери, ой, плекбери это ежвика 249 овощи в принципе, сами можете посмотреть на все цены я очень люблю вот этот чай 2 доллара стоит помидоры 2 доллара за паунд вот такие маленькие а, вот цены так, бананы 49 центов за паунд бананы в Америке очень дешевые грейпфрут доллар, карта можно взять груши доллар 79 а, доллар 49 сейчас скидка ну и яблочки я, честно говоря, не любитель хочу вот все, что я взяла по фруктам киви, виноград, малина грейпфруты, мандарины, бананы я сказала, что это дорогой магазин но как-то он дешевле пабликса 20 долларов сколько мяса стоит ничего себе говядина тоже относительно недорогая так, сколько вот столько 16 долларов ничего себе такая упаковка мяса представляете есть за 13 в хорошем магазине сколько вот 3,47 шампуна дешево какие игрушки прикольные ой эрон так любит игрушки так, я решила развалить весь магазин он играет у него есть одна игрушка он ее прям везде с собой носит вот привет привет как тебе? очень хорошо как тебе? как тебе? как тебе? пофига кстати вы записывает поручить ну это хорошо мы 50 долларов 6.30 спасибо хорошо сделаем пофига это гречень красиво солнце падает в общем вот таким был мой день и надеюсь вам понравилось это видео и буду стараться снимать можно чаще и выпускать видео каждые два-три дня в следующем видео я вам покажу уже следующие работы потому что если я все работы буду снимать в одно видео мне и часа и двух не хватит так что уже следующую работу вы увидите в следующем видео пожалуйста подпишитесь если вам нравится то что я делаю если вы хотите меня поддержать мне сейчас очень нужна ваша поддержка лайки комменты подписки это поможет продвижению моему каналу это будет для меня стимулом мотивацией как вы помните поставила себе цель 3000 подписчиков до конца ноября вот но я понимаю то что это зависит от того как я с вами так сказать контактируем так как я оттого как я стараюсь от того что две недели ничего не снимала подписчики не придут вот так что я буду стараться для вас а вы меня пожалуйста поддержите еще под видео будет моя ссылка на мой магазин если вам нравится то что я делаю я могу отправить по всему миру вот так что все увидимся уже следующем видео всем пока и